Друзья, всем привет! Меня зовут Джумалиев Кажим. Я руководитель Республиканской ассоциации Табигат и член Полицовета Зеленой партии Байтак. Сегодня мы поговорим о проблемах города Алма-Аты, потому что мы с коллегами выдвигаем ряд кандидатов в маслехаты города. Зачем? Для чего мы это делаем? Будучи коренным алма-атинцем, я вижу, что главной проблемой нашего замечательного города в первую очередь является чистый воздух. О чем речь? В Алма-Ате есть три основные причины, по которым воздух загрязнен. Первое – это использование твердотопливных источников обогрева. В первую очередь речь идет о ТЭЦ, который у нас работает, как известно, на угле. И второй источник – это бытовые котлы, которые используют частные жители, входящие в агломерацию Алматы и проживающие в частном секторе. Вторая проблема – это выхлопные газы автомобилей. Их в Алма-Ате около 800 тысяч, плюс приезжие. Поэтому получается, что в течение дня огромное количество автомобилей двигается и загрязняет атмосферу. Третья причина, на которую мы, к сожалению, тоже повлияли – это так называемая ветровая тень. Дело в том, что география размещения города такова, что мы находимся в теневой зоне ветра, которую создают горы. И то, что город сильно прижат к горам, как раз обуславливает очень слабую вентиляцию городских кварталов. И как мы повлияли негативно? Ну, естественно, высотная застройка, непродуманное заполнение всех тех участков, которые нам достались исторически свободных. Парки, скверы, вы знаете, были в течение последних 20 лет многие застроены. Любые свободные пятна. В общем, вся эта точечная застройка привела к тому, что воздух стоит, то есть вместо того, чтобы двигаться. Другая часть – это застройка предгория, которая тоже очень сильно повлияла на качество воздуха. Что мы планируем делать? Каков план? Первое – это перевод ТЭЦ на газ. Вы знаете, данные процессы уже запущены, и мы, как партия, можем только осуществлять общественный контроль за скоростью, качеством строительства. Это важно, очень большое решение. Которое приведет к существенному улучшению качества воздуха. Но и до того, как будут ТЭЦ переведены на газ, можно снизить количество твердых выбросов путем использования менее зольного угля. В советское время и постсоветское время даже существовало специальное постановление, которое обязывало ТЭЦ использовать только высококачественный уголь низкой зольности. Вот поэтому это можно уже решать фактически прямо сейчас. Другой момент – это перевод всех наших частных домостроений, всего частного сектора, включая агломерацию, на газ. Мы знаем, что очень многие жители города топят свои дома углем. Это тоже никуда не годится, потому что, конечно, выбросы твердых частиц очень высокие в городе. Вы сами это видите. Как говорится, алматинцы видят, чем дышат. Государство тут должно занять очень жесткую принципиальную позицию, поставить четкие планы и сроки перевода всего частного сектора на газ. Это возможно, допустимые технические возможности, все для этого есть. Сделать это нужно на конкурентной основе, для того, чтобы те компании, которые впоследствии будут продавать газ жителям, сети строились за собственный счет. Я думаю, что найдутся очень много желающих готовых, если это будет открытый тендер, которые готовы будут инвестировать в этот вечный бизнес средства. Замена внутреннего котельного оборудования тоже должно поддержать государство, особенно малоимущие слои. Потому что тут должна быть, я думаю, какая-то специальная программа разработана для того, чтобы в короткие сроки всех перевести на газ. Это существенно сразу облегчит нагрузку на город. Существенный вклад в дело чистого воздуха также внесет очень жесткий, в том числе общественный контроль точек общепита. Вы знаете, что все шашлычные используют у нас, как правило, дрова. И, естественно, тоже высокие дают процент загрязнения. В короткие сроки городские власти должны обеспечить перевод всех точек либо на альтернативные источники, либо должны быть установлены высококачественные фильтры и устройства для дожига, для того, чтобы в атмосферу не попадало такое количество взвесей, которое сейчас идет с каждой фактической точки. Вторая большая проблема – это выхлопные газы автомобилей. И тут, конечно, решать эту проблему гораздо сложнее, потому что гораздо большее количество граждан вовлечено в этот процесс. Как я уже говорил, порядка 800 тысяч автомобилей в Алма-Ате ежедневно выходят на дороги. Но, тем не менее, и здесь можно последовательно решать проблему по частям. Шаг первый – это перевод всего общественного транспорта на газ и электричество. Тем более, что технологии на сегодняшний день это позволяют. Другой момент – это разгрузка улиц от частного транспорта за счет общественного и устройства новых линий метро, легкорельцевых линий, которые работают на электричестве. Это, конечно, тоже снизит нагрузку на город. Ощутимый эффект даст поддержка перехода граждан на альтернативные виды транспорта. Это, в первую очередь, так называемые зеленые виды транспорта. То есть, это самокаты, велосипеды, с одной стороны. С другой стороны, это электромобили и автомобили на двигателях, которые используют в качестве топлива газ. Очевидно, что в решении проблем, связанных с автотранспортом, невозможно будет обойтись без поддержки на государственном уровне. Потому что, конечно, это системная, большая, комплексная проблема. И тут немаловажную роль играет качество автомобилей, их экологичность, которые работают на двигателях внутреннего сгорания. На сегодняшний день у нас допуски в городах отсутствуют как таковые. А мировая практика говорит о том, что многие мегаполисы уже отказывают во въезде автомобилей, у которых экологические стандарты ниже, чем евро 4. Только комплекс мер при поддержке государства даст ощутимый эффект. Потому что речь будет идти о том, что люди должны просто свои устаревшие автомобили поменять на новые. А для этого, естественно, во-первых, нужно, чтобы они были. Сейчас страшный дефицит в Казахстане новых автомобилей. Во-вторых, чтобы они были за доступные деньги. Для этого нужно смотреть, пересматривать и таможенные пошлины, и утиль сбор, и ценообразование, которое мы сейчас получили в результате последних экономических и политических моментов. Поэтому тут должна быть комплексная программа на государственном уровне, которая в конечном счете приведет к тому, что наши граждане получат возможность приобретать в более доступных условиях автотранспортные средства. Это, естественно, даст мультипликативный эффект к развитию экономики всего Казахстана. Мы считаем, что необходимо интенсифицировать работу по внедрению в структуру города возобновляемых источников энергии. В первую очередь, теплонагреватели, которые работают от солнечной энергии. В Алма-Ате все условия для этого есть. У нас солнечный город. Например, во многих странах, например, в Испании, Соединенных Штатах, когда-то частное домостроение строю, что я обязан в своем проекте использовать подобные системы. Если говорить о естественной природной вентиляции города, то тут тоже все непросто. Алмата находится в зоне ветровой тени, которую создают наши замечательные прекрасные горы. Поэтому здесь нет такой циркуляции воздушных масок, допустим, в степи. И что делать в этом случае? Во-первых, мы должны полностью остановить точечную застройку в городе. Это недопустимо, потому что нет пространства для движения воздушных масок. Второй вопрос. Необходимо полностью закрыть застройку предгория. Потому что в Алма-Ате единственное движение воздуха, это так называемый вечерний бриз, когда с предгория воздух спускается вечером в город. И за счет этого происходит движение так называемых воздушных масок. Но когда предгория все застроены, и они там топят, они там загрязняют воздух, то в город чистый воздух не приходит с предгория, а приходит уже грязный воздух. Поэтому необходимо поставить барьер жесткий, никому не давать нам ничего застраивать. Потому что стройки ведутся, вырубки садов ведутся, мы все это видим. Наши депутаты в Маслехат будут поднимать все эти вопросы. Это очень важно для того, чтобы город все-таки задышал чистыми легкими. Еще один вопрос, связанный с естественной вентиляцией, это генплан города. Конечно, я знаю, что сейчас его корректируют, дорабатывают, но мы будем стоять на том, чтобы город больше не развивался в западную и восточную сторону, то есть вдоль гор, потому что там все та же ветровая тень не будет давать воздушным массам циркулировать и очищать воздух природным способом. Город необходимо развивать в сторону севера, в сторону Копчегая, для того, чтобы он находился на равнине, на степи. Ну и, естественно, должна быть полицентричность. То есть люди не должны для того, чтобы там свои какие-то потребности удовлетворять, ехать из одного участка города в другой. То есть в каждом районе города должна быть своя жизнь, своя какая-то культура, свой социум. Это, естественно, не весь комплекс мер, которые необходимо решать, основные вопросы. Вот поэтому приходите 19-го на ваши избирательные участки, голосуйте за партию Байтак.